Каждую среду в студии телеканала Самарагис мы говорим об актуальных задачах и перспективах развития Самары. Вы смотрите программу «Самарская среда». Меня зовут Ян Налимов. Здравствуйте. 7 ноября в Самаре будет проводиться парад памяти, посвященный военному параду 7 ноября 1941 года в Куйбышеве, запасной столице СССР в годы Великой Отечественной войны. Как сохранить у школьников память о реальных исторических событиях? Какие факты нужно обязательно знать о военном параде 7 ноября 1941 года? В нашей студии Александр Репенецкий, доктор исторических наук, профессор Александр Иванович. Здравствуйте, спасибо, что нашли время. Добрый день. Пришли в нашу студию. Ну и вы знаете, вот хочу, наверное, начать с самого основного и вот с основ. Какие факты нужно обязательно знать? Исторические факты, потому что сейчас очень сложное время, и вот борьба с ложью, она крайне необходима. Поэтому давайте для начала об этом поговорим. Ну да, история стала ареной идеологической борьбы, она давно арена идеологической борьбы, но сейчас эта борьба обострилась, и борьба идёт именно за умы молодёжи, за то, чтобы молодёжь не знала свою историю. Ну вот историческая память, она всегда формирует наш менталитет. Убрать историческую память – это значит нарушить менталитет, это значит превратить нас, ну, фактически в таких полузверей, полуживотных, которые не знают свою историю, не понимают свою историю. Поэтому задача – сохранить вот эту историческую память, сохранить наше историческое наследие. И это, конечно, одна, я думаю, из первоочерёдных задач, которая стоит сейчас перед всем нашим обществом, и не только перед историками. Но перед историками особо, да я, кстати, знаете, сейчас о чём вспомнил? И ведь это ещё и гордость за своё Отечество. Помните, когда, вот сейчас не скажу, кто прочитал Карамзина и сказал, оказывается, у меня есть Отечество? Да, да. Вот сейчас не припоминаю, кто, но это известная фраза, когда Карамзин стал заниматься вот и писать свой знаменитый труд, и многие тогда люди стали говорить, у нас есть Родина. Да, история государства российского. Так вот, возвращаясь к нашему вопросу, вот какие факты нужно знать о параде 1941 года? Вы знаете, вот, наверное, прежде всего надо знать о той роли, которую сыграл наш город в годы Великой Отечественной войны. Эта роль совершенно уникальная. Мы выполняли роль, ну вот, принято говорить, запасной, я считаю, что мы выполняли роль военной столицы. Именно здесь принимались все основные решения с середины октября 1941 по август 1943 года, когда здесь находились и руководящие органы партии, правительства, дипломатические миссии, наркоматы и так далее. О параде мы говорим как о выдающейся военной операции, ведь парад оказался переломным моментом дипломатической истории Великой Отечественной войны. Надо просто представить обстановку, чтобы вот наша молодежь, она представляла. Немцы дошли с 70-100 километров до Москвы. Ну что такое 70-100 километров до Москвы? Они видели Кремлевские башни, мощные свои бинокли. И принимается решение о проведении трех парадов, в том числе и парада в нашем городе, в Куйбышеве. И это был наиболее мощный и крупный парад, который прошел в годы Великой Отечественной войны. И в чем особая значимость парада? Ведь здесь были все дипломатические миссии. На параде присутствовали все военные атэши. Они увидели вот ту технику, которая шла по площади. И самое, наверное, важное, что были представители двух военных миссий. Это Соединенные Штаты Америки, это Великобритания. Миссии действовали совершенно самостоятельно. Они не подчинялись послам. И именно они давали информацию о том, сколько может продержаться Красная Армия. И зависимо от этого определялось, стоит помогать Советскому Союзу, стоит продолжать ленд-лис и увеличивать его. Или это все бесполезно, пустая трата денег. Страна обречена? Да, страна обречена. И вот когда они увидели вот эту мощь, которая шла по площади, а главный авиационный парад, а германская пропаганда говорила, что самолетов вообще нет у Советского Союза, они все уничтожены, а пролетело почти 600 самолетов. Правда, это не один круг они сделали. Они были поражены. У нас есть воспоминания о том, чем закончился парад. К ним подошел Ворошилов, маршал Ворошилов, который принимал парад. И первые вопросы были, где вы взяли столько техники? Где вы взяли столько авиации? И вот вопрос о том, что Советский Союз рухнет в ближайшее время, он как-то ушел с повестки дня военных миссий. Они, естественно, и послы, и, прежде всего, военные АТШ, руководители военных миссий, сообщили о параде, о том, что они видели. И это действительно был дипломатический перелом. Японский военный АТШ, посмотрев это, тоже впечатлился. Турецкий военный АТШ. И все это способствовало, конечно, не только этот фактор, но это один из факторов, что Япония не вступила в войну, что Турция стала вести... Турция, то есть... Да, более взвешенную политику по отношению к Советскому Союзу, в то время как мы очень опасались, что Турция может и вступить в войну, и пропустить войска, вражеские войска через свою территорию. Это был бы еще один фронт, это было бы страшно. И парад сыграл выдающуюся роль. Вот это надо, прежде всего, знать, этим надо гордиться. Конечно, вся страна работала на победу, но Куйбышев, наша Самара, это совершенно исключительная история, история, которую необходимо знать каждому, не только куйбышевцу, не только самарцу, но и, наверное, каждому жителю нашей страны. Это выдающиеся события в истории войны. Ну и, наверное, действительно, это нужно знать каждому жителю, каждому россиянину. Потому что, по большому счету, вот вы сказали, три парада. То есть это Москва, это Куйбышев. И это Воронеж, где фактически был митинг, потому что Воронеж только что отбили у фашистов, потом его снова захватят. И митинг, где участвовали войска, которые отбили Воронеж, и они прошли после митинга по площади. И единственная демонстрация, опять же, трудящихся, это наш Самара, наш Куйбышев, где прошла эта демонстрация. Вот здесь важнейший есть момент. Это вопрос, касающийся воспитания школьников и работы со школьниками. Я предлагаю сейчас сделать паузу. Давайте посмотрим сюжет. Он касается как раз вот этой темы. А затем продолжим нашу беседу. 7 ноября 1941 года в Куйбышеве, запасной столице, состоялся крупнейший военный парад. Его провели, чтобы поднять боевой дух советских людей и продемонстрировать представителям других стран военную мощь Советского Союза. Шествие в этот день проходило также в Москве и в Воронеже. Но в Куйбышеве был самый многочисленный и продолжительный парад, который включал также воздушную часть. Об этом учащимся 9-х, 10-х и 11-х классов 68-й школы Самары в рамках урока мужества рассказал председатель городской думы Алексей Дегтев. Понятно, что история Отечества изучается в рамках классноурочной деятельности, неурочной деятельности. Но очень важно нам, в том числе депутатам, как в том числе и лидерам общественного мнения, доносить ту правду об истории. Потому что наш город не только направил в качестве красноармейцев в целом в регионе свыше 500 тысяч человек, но и стал именно запасной столицей 15 октября 41-го года. Как раз Комитет обороны обозначил такую задачу. Сюда были эвакуированы предприятия. И вот эта связь поколений, что фронт подкрепился надежным тылом, очень важна. В 2011 году в Самаре провели шествие в память о параде 41-го года. Его так и назвали – Парад памяти. С тех пор шествие 7 ноября проводят ежегодно. В этом году парад на площади Куйбышева проведут под девизом «Наша семья – наша победа». Сегодня абсолютно все школы уделяют большое внимание уроком мужества, уроком толерантности. И наша школа – не исключение. Участие Алексея Петровича в данном мероприятии – это очень важно. Это почетно для нашей школы. То, что человек такого уровня пришел к нам, рассказал ребятам, донес информацию. В этом году парад памяти пройдет в 14-й раз. К проведению привлекут новых участников. Впервые в истории парадные расчеты будет сопровождать музыка в исполнении Центрального военного оркестра Минобороны России. Александр Иванович, вот вопрос к вам и как к доктору исторических наук профессору, и как к педагогу. Вот с вашей точки зрения, как у школьников сохранить память о реальных исторических событиях, ну вот в частности параде 41-го года? Ну, здесь, наверное, можно говорить о целом комплексе мероприятий, которые будут способствовать этому. На первое место я бы поставил, прежде всего, правдивую информацию. Вот несколько лет тому назад, два года, если точно говорить, среди старшеклассников был проведен опрос, это всероссийский опрос, о том, что больше всего влияет на формирование их мировоззрения, на формирование их исторической памяти. На второе место они поставили уроки истории, уроки регионоведения, то есть местной истории, и рассказы о выдающихся событиях нашей истории. Это больше 50% школьников, старшеклассников ответили на поставленный вопрос. То есть это прежде всего информация. Прежде всего. Информация, она должна подкрепляться какими-то конкретными делами, безусловно, потому что, вы знаете, есть такое понятие действенный патриотизм, патриотизм, когда человек не просто говорит, что я патриот своей Родины, а когда он делает все для блага этой Родины. И вот этот действенный патриотизм, он в чем должен выражаться? Конечно, сейчас уже очень мало участников Великой Отечественной войны, но у нас есть участники всевозможных зарубежных военных операций, семьи СВО. И вот школьники должны понимать, что вот эта вот традиция, традиция помощи нашим военным, она должна продолжаться. И очень хорошо, что вот в нашей области так активно развивается волонтерское движение, которое участвует именно, дети участвуют именно в помощи тем, кто нуждается. Прежде всего, вот пожилым людям, которые в тылу работали, начиная с 12-14-летнего возраста, они, конечно, сейчас нуждаются в помощи. И вот эта помощь, она ведь не только физическая помощь, но это и моральная поддержка этих людей. Что вот молодежь, они же рассказывают им об этом, они же беседуют. Они общаются. Общаются. Они не просто пришли там, бабушки дров накололи, они же и поговорили, и как она жила в годы войны, и как она после войны жила. Это, конечно, вот очень важно. Ну и, конечно, это вот музейная деятельность. У нас есть в техническом лицее очень хороший музей, посвященный по радости. 7 ноября 1941 года. Я считаю, что это вот нужно просто всем школьникам посетить этот музей. И вообще у нас в нашей области, в каждой школе есть музей. И большинство этих музеев посвящено как раз героям войны, истории Великой Отечественной войны, когда дети вот зримо могут представить, что это такое. И вот та выставка, которая сейчас на площади Куйбышева, выставка вот этой техники, она же тоже способствует воспитанию духа патриотизма, воспитание, понимание того, что происходит в современном мире, понимание, что надо защищать Родину. Когда вот они смотрят на эти развороченные машины, то, конечно, это очень большое впечатление, на мой взгляд, происходит. Ну да, когда ты видишь вот реальный американский или немецкий танк, который пришел на нашу территорию, и, собственно говоря, оно вот, ты понимаешь, что в 1941 году-то было все примерно то же самое. То же самое, да, это вот такая вот... Объединенная Европа напала, собственно говоря, на нашу страну. А, кстати, на ваш взгляд, а как со студентами работать, с людьми более взрослыми? Потому что, ну, понятно, есть категория студентов и историков. Это отдельная совершенно тема. Это профессионалы будущие, да уже и, собственно, многие состоявшиеся. А вот молодежь, то есть студенты, люди более взрослые, вот как с ними работать, как им рассказывать, и как сделать так, чтобы они знали и понимали реальную историю? – Вы знаете, вот тут я должен с большим сожалению сказать, что очень долгое время истории не уделялось должного внимания. Ну, что такое 18 часов в высшем учебном заведении на изучение нашей отечественной истории? Это ничто. И вот только сейчас, с прошлого года, резко увеличились часы на изучение истории. – Поздравляю. – Да, так что вот, ну, наконец-то, можно сказать, государство поняло, что необходимо молодым людям знать историю. Значит, увеличение часов. В эти часы включается региональная история, изучение региональной истории. Это тоже чрезвычайно важно для нашей молодежи. Ну и, конечно, это опять же со студентами, это волонтерское движение, это поисковые клубы, которые у нас тоже работают практически во всех вузах. Вот в нашем педагогическом университете работает поисковый клуб «Феникс». Они постоянно выезжают на Сталинградскую, сейчас ныне Волгоградскую область, Тульскую область. Они ищут незахороненных солдат, перезахоранивают. И это вот действительно выражение действенного патриотизма. Они потом приезжают, рассказывают не только своим сокурсникам, но и в школах рассказывают. И у нас ведь очень много в эти отряды просятся старшеклассников, возьмите нас с собой. Мы тоже хотим участвовать в этом движении. То есть здесь, конечно, форм много. И я думаю, что каждый вуз, каждый преподаватель истории, он находит какие-то свои подходы, чтобы воспитывать вот эту историческую память. Гордость за страну, гордость за народ и гордость, конечно, за наш край. За наш город, за наш край. Вот, кстати, что касается нашего края, что касается гордости. Александр Иванович, вы специалист по отечественной истории. И в сфере ваших интересов история Самарской губернии. У вас есть специальный цикл лекций философии истории об объективных закономерностях и духовно-нравственном смысле исторических процессов. Такая отдельная сложная философская тема. Вот с этой точки зрения. Как вы считаете, вот это было предопределено? Если человек там, допустим, верующий, он может сказать, что это может быть Богом было заложено, что мы так или иначе вернемся к этой теме 7 ноября 1941 года. Как вы считаете, это было объективно заложено? Независимо от нас, по большому счету? Парад. Вспомнить о том, что мы вернемся к этой теме, и мы будем проводить парад сейчас, парад памяти, и вспоминать именно парад 7 ноября 1941 года. – Здесь, наверное, все-таки, на мой взгляд, это закономерно. Закономерное развитие нашей страны идет по суверенному пути. Мы все время подчеркиваем свой суверенитет. А вот это ведь очень многим не нравится. Вот слабая Россия – это Россия, которую можно взять в Европу. А сильная Россия, она Европе не нужна. Поэтому мы возвращаемся к своим истокам. Мы сейчас очень много говорим о зарождении нашего государства, о формировании единого нашего централизованного государства. Как раз вот недавно был день единения нашего народа, и мы опять говорили о том, как мы сохранили нашу государственность. И Великая Отечественная война – это, конечно, страшное испытание. Это вот философия войны, социология войны. Она свидетельствует о том, что страна выходит из этого испытания, тяжелейшее испытание, но она выходит совсем другой. Она другой вышла. Если мы сравним Россию с 40-го и 45-го года, Советский Союз, это фактически, можно сказать, два разных государства. Люди, фронтовики вернулись. Люди, которые понимали, что от них зависела победа. Они все сделали для этой победы. И сейчас мы тоже должны это понимать, что вот наша победа сейчас, наша независимость, наш суверенитет тоже от каждого от нас зависит. Поэтому я думаю, что вот мы сейчас закономерно говорим о том, что было, закономерно говорим о том, что способствовало нашей победе. А парад, он способствовал нашей победе. Причем во многом способствовал победе. Поэтому возвращение к параду, я уже сказал, на мой взгляд, это закономерное явление именно в это время, в наше такое неспокойное и трудное время. – Ну да, потому что раньше-то мы, скажем, так не вспоминали об этом в 90-е годы. Вот я сейчас это хорошо помню. А вот для вас лично, как для историка и человека более старшего поколения, для вас что такое современный парад памяти? – Современный парад памяти – это прежде всего память о наших отцах, о наших дедах, о наших предках, которые отстояли страну. Это память о том, как надо защищать страну. Как надо защищать страну. Ведь парад, вот он не только показал военную мощь, он ведь показал еще единство фронта и тыла. Потом демонстрация. В отчете Ворошилова написано, что около 200 тысяч человек прошло. Вы представляете, 200 тысяч. – 200 тысяч человек. Это сейчас много. – Это много, это очень много. Но вот сейчас более-менее точные цифры – 178 тысяч. 178 тысяч – это две сызрани. Представляете, две сызрани от мала до велика идут по площади. – В один день. – В один день. И ведь они стояли с утра, мороз минус 20 градусов, никто не ушел, все ждали, когда закончится парад, и дети, и взрослые. Это было страшное воодушевление. И опять же, вот эта демонстрация, она показала, что фронт и тыл едины, что народ страны готов сделать все для победы. И это тоже оказало большое влияние на вот этих иностранных представителей, которые находились на площади. Они видели эти колонны, идут, 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 идут. Причем шли все рабочие, инженеры, техническая интеллигенция, руководители партийных, государственных организаций, артисты Большого театра. Они все шли вместе, они шли в единых колоннах. Это, конечно, очень здорово. Даже вот мне сложно слова подобрать, насколько это было мощно, и насколько это повлияло на тех, кто смотрел этот палачат. Вот они были едины. Перед этим войска, а потом народ. Вот действительно, единство фронта и тыла, о чем всегда мы говорим. И парад подтвердил это единство фронта и тыла. А потом ведь рабочие-то пошли на рабочие места. В этот же день? В этот же день они продолжали работать. Продолжали работать. И хотя вроде бы, вот опять же мы знаем, на два часа был сокращен рабочий день, они же перевыполнили даже норму. Такой энтузиазм был после того, как они увидели эту технику. Они же стояли и смотрели, что идет на площадь. Они поняли, насколько сильна Красная Армия. Вот этот парад, он ведь еще переломил настроение. Настроение было какое. Вот все предвоенные годы – это что? Это то, что Красная Армия всех сильней. Если на нас нападет агрессор, то война на чужой территории. Да, мы тут же перенесем эту войну на другую территорию. Если завтра война, фильм, самолеты летят, конница несется, пулеметы строчат, все, враг разбит. И вдруг такая ситуация, когда отступает, отступает. Это же по психологии ударило. По менталитету, по восприятию то, что происходит. И вот когда они это увидели, какая мощь готовится для отпора немцев, конечно, настроение очень повысилось. Очень. И опять же мы можем судить по воспоминаниям. Когда рабочие возвращались, они говорили тем, кто не был на параде, нет, Москву не отдадим. Мы отстоим Москву. Это же совершенно другое настроение было. А когда народ говорит, что мы не отдадим, оно так и произойдет? Конечно, конечно. Это однозначно. Кстати, Александр Иванович, вы же ведь книгу написали, посвященную параду памяти Куйбушеву 1941 года. А почему вообще вот это стало предметом вашего научного интереса? Ну, здесь, наверное, я стал заниматься исторической демографией. И меня, прежде всего, привлек послевоенный период, как война повлияла на население нашей страны, на его возрастно-половой состав и так далее. Ну и потом закономерно я вернулся, пошел смотреть более глубоко саму войну. А когда смотришь войну, безусловно, выходишь и вот на те страницы войны, которые оказали наибольшее влияние на развитие событий, и где наш город, наш регион сыграл совершенно, повторюсь, исключительную роль, это я говорю и буду говорить, мы сыграли роль исключительную. Ни один город этим похвастаться не может. Александр Иванович, большое спасибо за беседу интересную, большое спасибо за ваш труд, спасибо за вашу книгу. Я ее читал, кстати. Вам спасибо за то, что вы мне ее все время подарили. Всегда рады видеть вас в нашей студии, потому что тема ваших исторических исследований, на самом деле, интересная. Историческая демография – это тема вообще, наверное, может быть для цикла программ. Я очень надеюсь, что мы когда-нибудь об этом тоже поговорим. Спасибо. Спасибо. Напоминаю, в нашей студии был Александр Ряпинецкий, доктор исторических наук, профессор. И помните наших предков. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова